Я родом из Хабаровска, родилась я в Хабаровске и прожила там до 20 лет. Там мы занимались с отцом бизнесом, там я познала все прелести работы, там я закончила университет, закончила техникум. И всегда, несмотря ни на что, я ходила на свое предприятие с отцом и постоянно намеревала, как бы мне, маленькой девочке Жанне, уехать из этих краев куда-нибудь туда, где потеплее, поинтереснее и понасыщеннее жизнь. И дальше вот начался мой уже путь осознания себя. Я читала литературу, постоянно была какая-то потребность менять себя, узнавать что-то новое о себе, менять свое тело, убирать блоки, зажимы посредством практики. И мы же в механистичном мире себя не чувствуем. У нас короткое дыхание, вот это вот, вот посюда мы дышим все. Все, механистично. И когда человек приходит на занятия, он уже включает йоговское дыхание, начинает наполнять живот, раскрывать ребра, поднимать ключицы, выдыхать. И чувствует, что его тело не просто бренное тело, а тело, которое может дышать и наполняться энергией. Не просто воздухом, да, а именно энергией. И в принципе вся хатха-йога, она и построена на асанах, в дыхании. Самое главное в наших упражнениях, в асанах это дыхание. Я в принципе всю жизнь занималась спортом, занималась танцами, то есть занималась совершенствованием своего физического тела. По сути для меня это было нормально. В связи с таким вот образом жизни, очень ярким, да, эмоциональных вот этих вот надрывов, да, которые постоянно у меня в голове, они мешали, мешали мне сосредоточиться. И по сути я уже пришла к тому, что нужно обуздать свой ум. Иначе он меня победит, иначе ничего хорошего не будет. Йога так и переводится, как узда санскрита, обуздание, обуздание своего ума, управление своими чувствами. В дальнейшем практика йоги уже плотно вошла в мою жизнь. Сначала это было по 5, по 10 минут, потом дальше больше. Потом я начала уже обучаться, изучать йогу. Получила первый диплом по хатха-юге, то есть для начинающих это преподавание. Но не преподавала. Также занималась как раз, в то время у меня был и учебный центр, и я занималась практиками. И в то время у меня появился учитель, который меня учила секретным духовным таким практикам, которые именно помогают поднять энергию вверх по своему телу и начать понемногу осознавать свои блоки и зажимы и начать снимать. Поэтому здесь все очень нужно относиться к этому осторожно. И теперь я уже с полным пониманием того, что вообще любое намерение – это огромная ответственность. Я уже отношусь очень осторожно ко всему, что предлагается. С чудесной волшебной палочки, какая-то помощь или что-то еще. Я считаю, что это все, конечно же, абсурд. И человек должен работать сам, непосредственно над собой, осознавать себя каждый день. Чем больше человек себя осознает, по сути, осознает свое тело, управляет своими мыслями, тем сильнее его намерение. Все время занимаюсь тем, чтобы улучшить качество своих знаний, дать их людям максимально просто, максимально понятно, без всяких сложных вещей. Чтобы человек пришел просто и смог повторить это дыхание, это движение и понять, что его осознанность растет. Однажды, проснувшись утром, он сделает полный вдох грудью и обрадуется тому, что он существует. Однажды, проснувшись утром, он сделает полный вдох грудью и обрадуется тому, что он существует. И вот в эту игру он наполняется и понимает, что в нем содержится еще и энергия, тот воздух, то дыхание, которое он производит. Вот и все. Это первая часть. Также мы в первой части производим очищение, сброс, потому что мы все общаемся с людьми, у нас у всех работа, мы соприкасаемся со всем. И существуют такие секретные практики, которые позволяют сбросить это все напряжение за день. Также с помощью дыхания. Сконцентрировать, собрать и выполнить сброс в землю. И также человек, выполняя эти практики, ощущает некоторое освобождение от всего того, что отягощало его в течение дня. И также наполняется. То есть здесь практики очень простые, их могут выполнять даже дети. Здесь идет проработка всего тела, начиная со стола и заканчивая шеей. Прорабатываем все суставы. Вот. И все наши упражнения и асаны делаются с дыханием. То есть, чтобы не было блоков и зажимов, мы делаем вдоху и выдох. Очень глубокие вдохи и выдохи, и предвижения. Это также отличает йогу от обыкновенного фитнеса. Эти практики реально прочищают мозг. Реально. Если у человека есть какие-то очень большое количество мыслей, да, если он напряжен, достаточно выполнять такие практики. Да, они все производятся на мощных выдохах, мощных вдохах. Человек реально чувствует сосредоточение на пространстве, как будто бы он первый раз сейчас увидел себя. Настолько прочищает. И человек уже думает, да, я знаю, что мне делать в этой жизни. Музыка. Йога очень многогранна, она открывает человека со всех сторон. Это не только здоровье, это не только прямая спина, которая приходит. Это вдохновение, жизнь. Йога – это также чистое питание, это дыхание, это аскезы, это когда мы входим в асану и мы терпим, мы действительно выдерживаем какой-то дискомфорт в этой асане, мы развиваем свою волю, мы развиваем дисциплину внутри себя. А дисциплина сейчас очень важна. И когда человек просто доверяет себе и начинает просто практиковать, как я всегда говорю, йога – это 1% теории и 99% практики. Когда он начинает практиковать, он действительно получает очень много. И человек чувствует это раскрытие, это вдохновение и идет уже далеко и уже потом не может представить себе без йоги. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну то есть это вот та причина, по которой ты занимаешься или есть еще что-то? Нет, это та именно причина, по которой я именно занимаюсь. Для внутреннего спокойствия какого-то, облегчения. И получать это не кайф. Я иногда прочитала книжку «Йога жемчужина для женщин». И в общем я в этом не разочаровалась. Поэтому, когда появилась Жанна, я сразу сюда пришла. Все энергии тела пришла. То есть какая-то другая гимнастика или практика, она вот так вот не задействует целого человека физически. Ну самый, наверное, яркий пример – это горы. Когда мы занимаемся в горах, на местах силы. С людьми происходит очень многое. Многие просто плачут. Потому что новая энергия. Они чувствуют это наполнение. У них не хватает слов. Вот приехал человек, он весь зажатый. Он ходил на работу весь год. И тут он видит горы. Он дыхает этот горный воздух. Он выполняет эти прочищающие практики. У него яснеет ум. И он понимает, что он живет. И тогда у человека что возникает? Слезы счастья. У него возникает вдохновение. Просто что он ожил наконец-то. Он начинает жить. Начинает думать. Начинает концентрироваться на себе, на своем теле. Подумать о себе. Нет. В нашем современном мире это не так уж просто. Потому что в семье очень много всяких разных вещей. Да, еще родственники. И так далее, и так далее. И совсем очень мало времени остается, как говорится, на себя. Когда человек приходит сюда на эти два часа на занятия, он остается самим собой. На самом деле. Будучи даже в группе занимающихся, он наедине с самим собой. Можно записаться, позвонив мне по телефону. В утреннее время у нас занятие проходит вторник и четверг. В 9 утра. Не так как рано. Для йоги не в 6 утра мы проводим занятия. Поэтому каждый может даже отвезти ребеночка в садик и посетить данное занятие. Продолжение следует. Продолжение следует.